как-то мы так с вами разговорились разговорились и все говорим о собаках а в основном о но в прибывших тогда собаках приют литмила чернецкой и в принципе это были основные причины то отравление собаки то новый больной бублик который был то санточку которую не смогли пристроить да то в принципе места мало для большого количества 6 вот собак которые изначально у нее были но пополнялись не только собаки а и коты и наверное какие-то вот более-менее резонансные новые истории они то тихонечко сидят да не мешают но количество их возрастало и это тоже в принципе стало причиной для переезда и вот серию выпусков хочу посвятить именно котикам которые были вновь прибывшими в тот тяжелый критический момент когда уже женщина понимала что потихонечку все идет к тому что нужно переезжать но и наверное все началось еще задолго до вот этих самых страшных до происшествий в приюте а вот листала я пыталась найти дату первого какого-то события ну и вот пока там ноябрь конец ноября 18 года аж то есть год почти женщина в себе носила вот эту мысль о переезде и так история животные которые могут зимой греть как солнышко в августе в квартал буденовского района донецка подкинули кошку с котами собственно это тот район где жила людмила чернецкая своей квартире о ее домашнем приюте о том что он находится в буденовском районе да может быть мы как-то не оговаривали да и собственно какая разница в каком конкретно районе просто чтобы вы понимали что это обыкновенная многоэтажка двухкомнатная квартира котята были немного диковатые но уже потихонечку приходят в себя рыжий мальчик и трехцветная девочка приблизительно около трех месяцев им было бедняжки жили между гаражами и на гараже они прятались от собак мамочка у них была очень ласковая и уже в то время давалась в руки людмиле жили и прятались они в мусорных кучах и в листве которую не убрали перед первым снегом это был кусочек солнышка который может светить дома говорят что рожи приносят счастье мило несмотря на свой возраст и диагноз даже готова словить малышей если ну кто-то когда-то вы понимаете все если бы кто-то попросил чтобы животное отловили она даже привезла в другой город другой район но этого не было всего людмила боялась что им не пережить зиму рядом ведь бегали собаки которые рвали котов наверное женщина и этих забрала к себе у нее еще есть место будь котята чуть доверчивый а так остается только подкармливать но надолго ли выдержал сердце волонтера и смогла ли она их приручить это будет все дальше